Меня зовут Владимир Унец, а это спецвыпуск программы «Смотрите сами о жизни и смерти» Алексея Навального. С вас комментарии, лайки и подписка. С меня подробный анализ того, что сейчас происходит в мире. Я обещаю, будет интересно. Что ж, поехали. Итак, Навальный мертв, а с ним и последняя надежда на то, что в России хоть что-то может измениться в лучшую сторону. Хотя, по правде сказать, пока он был жив, я тоже не был уверен, что в России что-то может измениться в лучшую сторону. Уж слишком слабыми казались зачатки гражданского общества в стране. Итак, Борис Надеждин, которого Навальный поддержал из тюрьмы на президентских выборах. Надеждин, я напомню, в интервью Собчак утверждал, что он реальная к Путину оппозиция. Как же он отреагировал на смерть Навального? Смотрите сами. Я в шоке, просто ужас. Я буквально только что, ну, несколько минут назад узнал, и это ужасно. Я, что я, это просто, я реально просто, ни слов нет. Соболезнования, конечно, Юля, и детям, и родителям, и всем близким, это страшно. А что же Собчак, которая когда-то задавала Путину неудобный вопрос о Навальном? Вот он, тот самый вопрос, я вам просто напомню. Есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела. Их фиктивность была доказана Алексеем Навальным в Европейском суде. Решение Европейского суда признает, как вы знаете, Российская Федерация. Но, тем не менее, он не допускается к выборам. Хотя известно, что есть и особое мнение Конституционного суда по этому вопросу и так далее. То же самое связано и с моей деятельностью после моего объявления. Очень сложно снять любой зал в стране. Люди отказываются даже на коммерческих условиях сотрудничать. Сложно поставить любую агитационную продукцию. И все это связано просто со страхом. Люди понимают, что быть оппозиционером в России, это значит, что либо тебя убьют, либо тебя посадят, либо произойдет еще что-либо в этом духе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции? Неужели власть боится честной конкуренции? Спрашивала Собчак у Путина публично 6 лет назад. А что она сказала теперь, когда Навального действительно убили? Дорогие друзья, мы уже выложили наш пятничный выпуск. И после этого пришла новость о том, что Навальный умер. Никаких подробностей мы не знаем. В сообщении говорится, что речь идет о тромбе. Не подтвердить, не опровергнуть эту версию мы не можем. Информации крайне мало. Так что никаких версий у меня пока нет и не будет. Я, честно говоря, нахожусь в шоковом состоянии. И нет никаких слов. Соболезнования всем родственникам. Будем следить за развитием ситуации. Будем следить за развитием ситуации. Размытое видеообращение записано из машины. Ни осуждения, ни призыва к проведению справедливого расследования. Никаких политических, мало-мальски разборчивых заявлений Собчак не делает. И без того безголосая российская оппозиция теперь кажется окончательно захрипла. Более осмысленное, правда, заявление делает помилованный когда-то Путиным бизнесмен Михаил Ходорковский, который уже много лет живет за границей. То, что режим его убил, а это второй лидер оппозиции, которого режим убивает, первый убил Борис Немцов, мой друг, показывает внутреннее содержание этого режима. Этот режим абсолютно бандитский режим. И мне очень сложно представить, как с таким режимом можно вести о чем-нибудь переговоры. Вот и все. Оппозиционная элита оказалась бессильной перед Путиным. Ходорковский призвал россиян вписывать имя Навального в бюллетени в день голосования на выборах президента России 17 марта. То есть фактически он призывает граждан испортить эти бюллетени. Зачем? У меня нет ответа на этот вопрос. Даже младенцу понятно, что никто никогда не признает в России выборы Путина несостоявшимися. Путин сам себя переизберет. Кого-то заставят проголосовать на предприятиях с бюджетниками в большей степени. И так все понятно. Да даже если предположить, что россияне предпочтут 17 марта просто выспаться, чем идти на избирательные участки, Центр избирком все равно нарисует Путину победу. Это же очевидно. Ну а что же простые россияне? Неужели они тоже промолчали? Нет, они вышли на улицы с протестами. Они клали цветы в память об убитом в тюрьме оппозиционере. Шахвал. Только все, что вы только что видели, происходило не в России, а за ее пределами. В Европе, в Грузии, в Южной и Северной Америке, да где угодно, но не в России. Хотя справедливости ради надо сказать, что и в России люди тоже выходили с протестами, за что немедленно попадали в каталажку. Ну как с протестами? Даже простое возложение цветов путинскими силовиками нещадно подавлялось. Господи, даже говорить об этом странно. Положил цветы в память о погибшем и добро пожаловать в изолятор. Впрочем, смотрите сами. Вот сейчас как раз и видите на своих экранах, что в российских городах люди действительно выходили на улицы, клали цветы и плакали. Не знаю, плакали ли они по молодому политику, будущее которого просто оборвали, или же по своим надеждам на собственное более радужное будущее. Выводы делать не мне, но факт остается фактом даже в стиле экрана. Чувствуется, что в России пока больше выбора нет. Свобода слова превратилась в кухонную демократию. В России нет места чувствам и эмоциям. Россия теперь окончательно превратилась в сцену для спектакля о любви к Путину. Точка. Больше добавить нечего. Сам Навальный, я подозреваю, предполагал, что его могут убить, поэтому попросил автора фильма о себе сделать короткий ролик, если вдруг это случится. Случилось. И вот этот ролик. Нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Во всем мире о Навальном говорят как о сильном человеке, как о том, кто действительно мог бы изменить Россию, но, как известно, сослагательное наклонение губит всю историю на корню. Ну а кто же на самом деле Алексей Навальный? Как он добился известности и что мог сделать, но уже не сделает? Об этом далее в программе. Смотрите сами.